Несколько жалоб на долгое ожидание полицейских на местах дорожно-транспортных происшествий поступили в департамент полиции области от автолюбителей Кустаная за последнее время. Стоящие на прежней части столкнувшиеся машины ухудшают дорожную обстановку, уменьшают пространство для проезда и маневров. Как выяснилось, в городе просто не хватало инспекторов по выезду. Такие функции были закреплены только за четырьмя сотрудниками местной полицейской службы. Зимой, когда возможны гололеты, осадки, ухудшающие видимость проблему, как говорят представители местной полицейской службы, решили кардинально. В настоящее время дополнительные функции еще восьми сотрудникам. То есть их стало 12, что, соответственно, ускорило саму процедуру оформления ДТП. К тому же любой экипаж, патрулирующий по областному центру, они могут самостоятельно зарисовать дорожное транспортное происшествие и направить для разбирательства в кабинет разбора инспекторов по выезду на ДТП. Зарисованные схемы можно подкрепить фотографиями, сделанными на планшет. Для фиксации расстояния от объекта до объекта всем кустанайским экипажам патрульной полиции выдали не только ленточную рулетку, но и лазерный измеритель. 8,76 метров. Вот отсюда вода стянула. При необходимости буксировки автомобиля с места аварийной стоянки его положение можно очертить на проезжей части. Для этого патруля выдали баллоны с аэрозорной краской. Вообще в течение этого года оборудования в машинах полиции появляется все больше и больше. Все для их универсальности. Летом по приказу министра внутренних дел всем патрулям выдали спасательные комплекты. В них входит и противопожарное полотно, и капюшон «Феникс». Как написано на его упаковке, это средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующий универсальный самоспасатель. Есть две веревки, в том числе и альпинистская. При пожаре с пятого этажа, допустим, эвакуировать что-то, спустить тоже человека, ребенка. Это вот именно конец Александровой веревки, это с поплавками на конце. То есть длина около 50 метров тоже закидывается. Утопающий хватается за конец, а он не тонет в связи с этими поплавками. Есть и спасательный круг, а чтобы при спасении не утонул сам полицейский, на каждого выдан спасательный жилет. И так, как утверждают полицейские руководители для всех патрульных по всей республике. Но в багажниках кустанайских полицейских предметов оснащение немного больше, чем у сотрудников аналогичных подразделений в других регионах Казахстана. Начальник департамента распорядился укомплектовать экипажи двухметровыми полотнами полиэтилена, резиновыми перчатками и прорезиненными рабочими фартуками. Это все для чего? Для помощи граждан при поломке автомашины. Опять-таки, где-то доставить раненого в салон, положить его, доставить в ближайший этот пункт. Предполагается, что очистить полиэтилен, перчатки и фартуки от возможного загрязнения легче, чем форму, что опять же не будет отвлекать полицейского от своей временной помощи гражданам. Алексей Кудрявцев, Виталий Луговской, РТН.